Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о книге Бытия. Сегодня мы с вами читаем первую главу. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это с самого начала Библии первая фраза Библии, и первый стих провозглашает фундаментальную истину о происхождении нашего мира. «Наш мир сотворен Богом». Небо и земля — это библейский способ сказать «все». «Все на свете вообще». «Все существующее сотворено Богом». Это очень решительное заявление, особенно на фоне космологии того времени, когда люди верили, что творение — это результат деятельности целой группы богов, между которыми существуют различные взаимоотношения. Но мы можем вспомнить вавилонский эпос «Энумаэлиш». И там речь идет о том, что было две коалиции богов. С одной стороны был бог Мордук и его союзники, а с другой стороны была такая драконица Теамат и ее союзники. Теамат символизирует хаос и соленую воду. Мордук символизирует порядок и богоустройство. К Мордуку приходят боги, просят его быть у них военачальником. Мордук с ними торгуется, говорит, «Ну хорошо, я буду вашим военачальником, но вы тогда мне уже повинуйтесь, я у вас буду за главного бога». Но они, значит, согласились, им нужен все-таки военачальник. После чего разворачиваются боевые действия между Мордуком и Теамат. Все это подробно очень описывается. Они употребляют разные виды оружия. В итоге Мордук одерживает победу, убивает Теамат и делает из... Разрубает ее тело на две части, делает из верхней части неба, из нижней земли. Люди делаются из глины с примесью крови одного из союзников, убитых союзников Теамат, Кенгу. И мы видим, что творение это достаточно путанное такое кровавое мероприятие, когда все начинается с большой свалки, большой драки между богами. Здесь в книге «Бытие» мы видим, как Бог просто сотворил небо и землю. Этому не предшествует какой-то конфликт. Этому не предшествует какое-то выяснение отношений, кто главный. Бог просто творит небо и землю. Ему не приходится для этого преодолевать чье-то сопротивление. Он один, и творение есть мирное дело, которое Бог совершает своим словом. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Бог творит своим словом. Он сказал и сделалось. Он повелел и явилось. В других древних источниках есть представление о Боге, который творит, о богах, вернее, которые творят достаточно буквально, как горшечник буквально лепит из глины. А тут мы видим, что Бог не работает с каким-то предыдущим материалом. Он творит словом. Богу достаточно сказать. «И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и был утро день один». Бог увидел свет, что он хорош. Бог создал свет, и Бог увидел, что это хорошо. Бог созидает мир, и мир хорош. Библия отличается таким оптимизмом в отношении творения. Творение – это хорошо. Есть множество религиозных систем, в которых творение – это плохо. С точки зрения буддизма, например, существование – это страдание. Тут уж лучшее, что можно сделать, это как-то избежать этого существования. Но с точки зрения Библии творение мира – это хорошо. «И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро день один. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И стало так. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И увидел Бог, что это хорошо. И было вечер, было утро день второй. Бог созидает упорядоченное мироздание, где существует вода, существует суша. И Бог не просто создает мир, он его упорядочивает. Бог является источником порядка в этом мире. Иногда людей смущает эта твердь небесная. И иногда любят говорить там не очень грамотные атеисты, что ну как же вот у вас написано, что небо твердое, ха-ха, какая глупость, ерунда написано в этой вашей Библии. На самом деле, о чем идет речь? Библия обращается к человеку на человеческом языке. Для людей той эпохи, для людей, которые жили в позднем бронзовом веке на Ближнем Востоке, небо действительно представлялось твердым сводом, твердым куполом. Они так представляли себе природный мир. И они себе представляли этот мир так, что вот есть купол, и осадки происходят из того, что в этом куполе открываются окна буквально, через эти окна льется вода. У людей не было каких-то дополнительных сведений о мире, они это вот так видели. И Библия использует этот образ мира, чтобы рассказать, кто такой творец, чтобы рассказать, кто такой создатель. Мы сейчас в наше время, если бы мы сейчас говорили о творении, мы бы могли сказать, ну вот посмотрите на все эти бесчисленные галактики, их всех сотворил Бог. Но люди в то время не знали про галактики, у них была другая картина природного мира. И священописатель использует эту картину природного мира, он ее не поправляет, он ее не переделывает, но он просто говорит, вот видите, весь этот мир, видите, весь этот небесный свод, все это сотворил Бог. Таким образом, вот это указание на твердь, это просто особенность языка, на котором Бог обращается к людям. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и да явится суша. И стало так, и собралась вода под небом в свои места, и явилась суша. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо». Бог позитивно оценивает свое творение, еще раз мы видим, это хорошо. Творение — это что-то хорошее, это что-то такое, что создал Бог. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, порода и подобие ее, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле, и стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, порода ее, и подобие ее, и дерево плодовитое, приносящее плод, в котором семя его порода его на земле. И увидел Бог, что это хорошо, ибо у вечера было утро, день третий. Бог произращает из земли зелень, траву, сеющую семя. И мы видим, как он это делает. Он говорит, да, произрастит земля зелень. То есть Бог творит зелень не непосредственно. Он наделяет землю способностью произращать зелень. Это важно, потому что здесь говорится об определенной, можно сказать, автономности творения. Зелень Бог творит не непосредственно. Бог отдает такое повеление земле. Земля наделяется властью и способностью производить зелень. Земля производит, соответственно, зелень, дерево плодовитое. Иногда, опять-таки, люди задают вопрос, ну а как до сотворения светил могла быть зелень? Как она могла вообще произрастать? И здесь, на мой взгляд, наилучшим ответом, ответов есть несколько, будет то, что нам не нужно путать язык, на котором нам преподается это библейское послание, и само содержание этого послания. Потому что, если понимать это как буквальное описание действий Бога в течение этой рабочей недели, конечно, мы наткнемся на массу противоречий, на которые обращали внимание уже достаточно ранние толкователи Писания. Здесь мы имеем дело с поэтическим и символическим описанием творения, которое сообщает нам прежде всего богословскую истину о том, что все в мире сотворено Богом. Было бы ошибкой пытаться рассматривать эту богословскую истину как истину научную, потому что мы сейчас живем в мире, где огромным авторитетом пользуется наука, и люди начинают читать любой текст как научный, и получается, конечно, полная ерунда, потому что книга Бытия не является научным текстом. Книга Бытия является текстом богословским, который рассказывает нам о Боге и его отношениях с творением на таком языке, который был бы понятен людям позднего бронзового века, и который, в общем-то, понятен всем людям во все времена. Мы понимаем, что речь здесь идет о том, что Бог творит мир, о том, что есть только один Бог, о том, что творение в глазах Бога хорошо, о том, что творение наделяется Богом способностью к определенному саморазвитию. Придираться тут к деталям было бы достаточно бессмысленно. Я приведу пример, как в детстве я читал книжку о том, как устроен атом, и там протоны изображались как большие красные шарики, нейтроны как большие зеленые шарики, а электроны как маленькие голубые шарики. Потом, конечно, я подрос и понял, что элементарные частицы — это не шарики и не цветные. И они могут быть цветными, потому что им меньше длины световой волны. Но объяснить первокласснику, как устроен атом, иначе было нельзя. Ну, неизбежно, когда мы объясняем первокласснику, что такое атом, мы рисуем шарики. Ничего другого придумать нельзя. Но мы понимаем, что шарики — это язык, это форма, в которой мы передаем сообщение о том, как устроен атом. Точно так же книга «Бытия» передает нам сообщение о том, что Творцом всего является Бог в той форме, которая была понятна людям того времени, которая понятна нам сейчас. А потом придираться к этой форме, но это все равно, что придираться к тому, что протоны — это на самом деле не шарики и не красные. Да, не шарики и не красные. Что никак не ставят под вопрос те истины, которые мне сообщала книжка о том, как устроен атом. «И сказал Бог, да будут светила на тверде небесной для освещения земли и для отделения дня от ночи, для знамений и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверде небесной, чтобы светить на землю. И стало так». Вот тут очень интересный момент. Сотворение Богом светил. В еврейском языке есть слова для обозначения Солнца и Луны, но они здесь не используются. Говорится просто о светильнике. Почему? Потому что у языческих народов имена Солнца и Луны были также именами языческих божеств, которые соответствовали Солнцу и Луне. И здесь автор совершает то, что потом назвали демифологизацией. Он подчеркивает, что Солнце и Луна — это не боги. Солнце и Луна — это светильники, которые поставил единый истинный Бог. Это очень важный момент, поскольку здесь мы видим декларацию монотеизма. Есть только один бог. Других богов не существует. Солнце и Луна — это вам не боги, это просто светильники, которые поставил бог со своими целями. Это очень важно, поскольку древний Израиль жил в окружении языческих народов, которые предполагали само собой разумеющимся, что богов много, и что за каждым природным явлением, за солнцем, за луной, за рекой, за ветром стоит свое божество. И вот Библия говорит, нет, это только светильники, их поставил бог. «И стало так, и создал бог два светила великие, и светила большая для управления днем, и светила меньшая для управления ночью, и звезды, и поставил их бог на твердие небесное, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, отделять свет от тьмы, и увидел бог, что это хорошо, ибо вечер и было утро, день четвертый». Небо и все его величественное зрелище, которое нам открывается, когда мы смотрим на небо, звезды, солнце, луна, все это Божье творение. В Библии мы много раз видим, как люди поклонялись звездам, служили боинству небесному. Действительно, в звездах есть нечто чудесное, нечто завораживающее, тем более завораживающее, когда сейчас мы научились строить мощные телескопы, и можно пойти в интернет, увидеть фотографии этих галактик далеких, это что-то невыразимо прекрасное, и люди еще в то время были готовы им поклоняться, но Библия говорит, нет, это просто светильники, которые создал бог, это не боги сами по себе, есть только один бог, которому можно поклоняться. И сказал бог, да произведет вода пресмыкающихся, душу живую, и птицы да полетят на землею по тверде небесной. Стало так. Мы здесь опять видим, как бог отдает повеление воде, которое должна произвести пресмыкающихся. То есть бог наделяет творение способностью производить жизнь. Бог наделяет тварный мир определенной способностью к самораскрытию, к саморазвитию. И сотворил бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, породу их и всякую птицу пернатую породу ее. И мы видим тут интересную фразу. Бог сотворил всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода. То есть, с одной стороны, говорится, что их произвела вода, а с другой стороны, говорится, что их сотворил бог. Здесь мы видим ответ на вопрос, который иногда измучивает верующих людей, которые любят очень использовать критики нашей веры, что вот естественные процессы, они могут все объяснить. На самом деле, где тут место для бога, в Библии нет разграничения между естественными процессами и божьим творением. Например, псалмопевец говорит, «Ты соткал меня в очреве матери моей». И мы понимаем, что беременность – это то, что мы бы назвали естественным процессом. Но псалмопевец говорит, что это творение бога. Бог действует в мире через естественные процессы. Поэтому нас совершенно не должно смущать или пугать, когда мы слышим, что те или иные события в мире развиваются согласно естественным процессам. Ну, конечно, развиваются согласно естественным процессам. Абсолютно для нас это не проблема, но все естественные процессы развиваются так, как бог определил им развиваться. И поэтому это является актом божьего творения. И увидел бог, что это хорошо. Бог увидел, что его творение хорошо. Это послание, которое Библия прозглашает последовательно. Божие творение – это хорошо. Библия противостоит всем религиям и идеологиям, которые говорят, что творение – это плохо. Их было немало в истории, но Библия говорит, что творение Божие – это хорошо. «И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы размножаются на земле, и был вечер, и было утро, день пятый». Пятый – Бог благословляет животных, Бог благословляет растения, Бог благословляет все, что Он сотворил, все, что Он создал, весьма хорошо. И это уникальные отношения между Богом и творением, которых нет в других картинах мира. В языческих мифологиях боги не любят творение. Мы привыкли к тому, что Бог любит творение, к тому, что Бог благ, но это не так в языческой картине мира. Я помню, как я слушал цикл лекций по греческой мифологии, и первое, с чего там начал лектор профессора, она сказала, что мы привыкли, что Бог – это кто-то благой и справедливый в нашей традиции. И это нас часто сбивает с толку, когда мы читаем греческие мифы, потому что языческие боги греческих миф – они неблагие, несправедливые, и они не любят людей. Люди сотворены богами для того, чтобы приносить им жертвы, не потому что боги любят людей. У богов, у языческих богов могут быть отдельные любимцы, это да, ну как у земных аристократов, у них могут быть фавориты. Но в целом боги людей не любят, у них нет таких отношений к любви. А здесь мы видим Бога, который любит и благословляет свое творение. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую породу ее, скотов и гадов и зверей земных породу их, и стало так». Мы видим опять, как земля производит, то есть опять мы видим вот это опосредованное творение. Бог наделяет землю, то есть он наделяет творение способностью производить. «И стало так, и создал Бог зверей земных породу их, и скот породы его, и всех гадов земных породу их, и увидел Бог, что это хорошо». И мы опять видим, вот с одной стороны, да произведет земля, то есть это некий процесс, развивающийся в творении. С другой стороны, Бог сотворил. То есть мы видим, что Бог творит через этот процесс, который мы могли бы назвать со стороны естественным. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Человек есть образ и подобие Божие. Человек обладает уникальным достоинством, уникальной ценностью, потому что он из всех живых существ один создан по образу Божию. Все люди являются носителями Божьего образа. Это очень глубокая и очень важная идея, которая имеет очень важные практические следствия. Любой человек, который мне нравится или нет, он является носителем Божьего образа. Все люди, любой расы, любой национальности, любого достатка, любого положения в обществе являются носителями Божьего образа. И всякий раз, когда я имею дело с другим человеком, я имею дело с Божьим образом. И мы должны с благоговением, со страхом и трепетом удаляться от того, чтобы кого-то оскорбить, кого-то уничижить, над кем-то превознестись, потому что всякий человек создан по образу Божию. Этот образ Божий состоит в том, что человек, подобно Богу, обладает свободой, сознанием, он обладает чувством красоты, и он обладает чувством правды. У нас есть нравственное чувство, это тоже отражает нас образ Божий. Другой аспект образа Божия, на который обращают внимание многие толкователи, это владычество человека. Когда в древних империях император, естественно, не мог править всей своей обширной империей, особенно учитывая эти средства связи, он посылал своих представителей, посылал губернаторов, которые правили от имени императора. То есть он пребывал в эту область, и он там правил, будучи образом императора. Его надлежало слушаться так же, как надо было слушаться императора. Император делегировал ему власть в этой области. И вот человек является образом Божиим также в том отношении, что человек обладает властью в этом мире, властью, которой его наделяет Бог. Мы являемся Божьими посланниками, Божьими представителями в мире. На данный момент неверными и падшими. Но Бог нас сотворил так, что мы поставлены этим миром владычествовать, как тут и написано. И благословил их Бог, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над зверями, над птицами небесными, над всяким скотом над всей землей, над всяким животным, присмыкающимся по земле. Бог творит человека, как мужчину и женщину. И важный очень момент, что образ Божий в полноте – это и мужчина, и женщина. И мужчина, и женщина являются носителями Божьего образа. И мужчина, и женщина в этом смысле обладают человеческим достоинством. И это тоже на общем фоне того времени – это нечто необычное. Потому что во всех древних культурах женщина стоит гораздо ниже мужчины. Например, первая женщина в греческой мифологии – это Пандора, вот та самая, которая ящик или которая шкатулка, со всеми человеческими бедами. И боги создали женщину в наказание мужчине, а не как помощницу и не как равную ему сонаследницу богодатной жизни. Но здесь мы видим, что бог создал человека, как мужчину и женщину. Бог благословил их и сказал им «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». Бог благословил брак и чадородие. Было много ересей, вернее, есть ереси в обоих направлениях. Были ереси гипераскетические, которые отрицали брак и чадородие. Церкви пришлось с ними сражаться, их победить. И церковь благословляет брак, благословляет супружеские отношения, благословляет чадородие. Потому что это часть благого Божьего творения. Бог сотворил мужчину и женщину. Он их благословил позиции размножаться. Это хорошо. Есть противоположная ересь, когда люди так или иначе разрушают святость брака и говорят о том, что телесные отношения, они возможны вне брака, они возможны в самых разных и причудливых конфигурациях. И это тоже разрушение Божьего плана, разрушение Божьего замысла. Поскольку Бог создал мужчину и женщину для того, чтобы они пребывали в браке, для того, чтобы они плодились и размножались, наполняли землю, обладали ею и владычествовали и перечисляются над всеми животными. Владычествовать не значит попирать. Владычествовать в Божьем контексте, в Божьем замысле, значит возделывать этот сад, значит заботиться о Божьем творении. И вот что интересно, если мы сопоставляем это с языческими представлениями о творении. В языческой картине мира люди творятся богами, чтобы приносить богам жертвы, для того, чтобы какую-то делать для богов работу. И люди не очень любезны богам. Богов мог быть любимцы, но в целом люди как-то не являются предметом Божьей любви и заботы. Но в Библии мы видим, что Бог созидает мужчину и женщину, и он дает им власть над мирозданием, которое он сотворил. Бог ничего от них не добивается. Бог самодостаточен. Ему не нужны никакие жертвоприношения в том плане, что он ими не питается. Бог обладает могуществом, и Бог творит весь этот мир, и он творит людей из чистой щедрости. Важно подчеркнуть, что Библия подчеркивает уникальность именно человека. Человек отличается от всего остального мира, потому что он создан по образу Божию. Это имеет огромное влияние, огромные последствия для нашей повседневной этики. Поскольку, скажем, человек чужой национальности или расы, или человек тяжело больной, или человек, который не может, допустим, он страдает тяжелой формой олигофрени, и он не может нормально общаться с другими людьми, в любом случае человек является носителем образа Божия. И в любом случае он принадлежит человеческому роду. И в любом случае мы должны относиться к нему с глубоким почтением, как носитель Божьего образа. «И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, которая есть на всей земле, и всякое дерево, которое под древесной сеющей семя, вам все будет в пищу». Подчеркивается мирный характер этого сотворения, мирный характер этого владычества. Вам дано владычество над всеми тварями. Почему? Чтобы вы их убивали и ели? Нет. Владычество – это означает управление, поддержание в порядке. И тут подчеркивается, что вам дана трава, всякое дерево, которое под древесной сеющей семя, вам все будет в пищу. То есть люди не убивают животных, люди заботятся о них наоборот. Люди в воды чувствуют в том смысле, что заботятся. «А всем зверям земным и всем птицам небесным, и всякому гаду, присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу». И стало так. «И увидел Бог, что все, что он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день шестой». Мы видим, как все, что создает Бог, это хорошо весьма. Творение в целом является весьма хорошим. И это одно из посланий Библии, которые нам постоянно надо помнить. Что мы узнаем из первой главы книги «Бытие», что у Вселенной есть автор, что Вселенная создана и поддерживается в бытии Богом. Мы узнаем, что он единственный Бог. Он ни с кем не конфликтует, ни с кем не делит портфель, ни с кем не выясняет отношения. Он просто творит мир. Там полностью отсутствует мифология, в смысле история о каких-то конфликтах богов. Бог только один. Мы узнаем, что все сотворено им, и в творении нет ничего, чему следовало бы поклоняться. Не надо поклоняться ни Луне, ни звездам, ни солнцу. Мы узнаем, что человек создан по образу Божию. И поэтому любой человек, любое существо, принадлежащее к человеческому роду, независимо от своих талантов, способностей, достижений, принадлежности к той или иной группе, любой человек вообще, потому что он принадлежит к человеческому роду, любой национальности, любого социального статуса, он является носителем Божьего образа, и поэтому мы должны относиться к нему с глубоким почтением. Мы узнаем, что Бог создает человеческий род, как мужчину и женщину, и Бог благословляет брак и щедородие. Этим мы видим, как Слово Божие отвергает ереси, и те ереси, которые проповедуют такой неразумный аскетизм, отрицание брака, и те ереси, которые проповедуют разврат. И мы видим, что Слово Божие говорит о том, что человек наделяется властью в творении. Иногда мы думаем о себе, что от нас ничего не зависит. Нет, от нас зависит это творение. Даже в нашем падшем состоянии мы сохраняем эту власть над творением, и как мы поступаем, это меняет мир. Бог наделяет нас реальной властью в мироздании, и у наших поступков есть реальные последствия. И поэтому очень важно, как мы себя ведем. Мы с вами прочитали первую главу книги «Бытия». Мы читаем писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!